В ходе разборок вокруг мыльной оперы Матильда, режиссера Алексея Учителя, на его стороне выступили не только коллеги по союзу кинематографистов, типа доверенного лица Путина Федора Бондарчука, и не только друзья-либерасты, но и отдельные левые, от мелких сетевых троцкистов до писателя Захара Прилепина. Все они считают, что Учителя нужно защитить от фан-клуба последнего русского императора Николая Второго во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Давайте посмотрим, кто такой Алексей Учитель и что он снимал. Например, такой фильм, как «Край». Там речь идет о том, как в Сибири отвратительное русское быдло глумится над немецкой девушкой Эльзой. Потом к быдлу присоединяется, естественно, представитель кровавой гыбни, но находится один порядочный человек, который девушку Эльзу спасает, потом делает ее своей женой, и она с ним так и живет, но на всякий случай притворяется немой. Потому что вдруг эти отвратные сибиряки услышат немецкую речь и убьют. Еще был фильм «Пленник» о том, как русское быдло взяло в плен трепетного чеченского юношу. Потом главный быдлан даже оценил его с эстетической точки зрения и, судя по некоторым кадрам, даже в него слегка влюбился. Но тут рядом проходили борцы за свободу Чечни, и чтобы потенциальный возлюбленный не подал голос, мерзавец его придушил. Жестоко и негуманно. Ну, что делать? Вот пришли эти поганые русские в Чечню и всех зря там поубивали. Отвратный народ, дикий. Я бы сказал, грубый и совсем не женственный. А еще у учителя сорвался фильм под рабочим названием «Бордель Черчилля». Там речь шла о том, как советское руководство для моряков полярных конвоев во время Великой Отечественной войны создало публичный дом из идейно выдержанных красивых комсомолок. Все годы Великой Отечественной войны иностранные моряки, англичане, американцы и прочие их трахали. А потом нужно было это дело скрыть, ведь об этом же могли узнать. Поэтому всех комсомолок вывезли в баржу и утопили. Когда информация о этом проекте просочилась, британская газета «Гардиан» не поленилась найти уцелевших, доживших до этого времени моряков полярных конвоев, и российских, и британских, и остальных, и спросила, это вот было? Естественно, все сказали, что это бред сивой кобылы. Начался скандал в России. Что же стали люди возмущаться уже такой порнухой? В итоге даже наше Министерство культуры на это денег не дало. Учитель очень обиделся, неоднократно заявлял, что все чистая правда. А что касается ветеранов, то советские материалы, ветераны фальшивые, они вообще не воевали. А британские ветераны скрывают правду, чтобы не признавать своих детей. Думаю, одна эта история может убедить вас, что Алексей Ефимович Учитель даже на общем фоне своего кинематографистов России просто феерическая мразь. А поскольку ни один из его фильмов не окупился, даже близко, не подошел к окупаемости, он еще и мразь достаточно бездарная. Поэтому, думаю, не стоит ходить на Матильду и способствует сей окупаемости. И если уж кому-то хочется посмотреть, то всегда можно скачать. Наверняка пиратских копий появится. Теперь переходим к оппонентам. А именно, к депутату Госдумы Натальи Поклонской, благодаря борьбе, в жирных кавычках, против этого фильма, он ведь может окупиться. Такую рекламу девушка ему сделала. За 13 месяцев своей депутатской деятельности Поклонская, да и то в группе с товарищами, коллегами, сделала всего 5 законопроектов, написала. И при этом только в генпрокуратуру накатала насчет Матильды 43 заявы. Это не считая хая в СМИ. Понятно, что за такую рекламу учитель должен ей быть благодарен. И если фильм все-таки окупится, должен поделиться с ней. Вопрос. Зачем Поклонская это делает? Большинство считают, что она очень такая искренняя православная барышня, хотя и слабая на голову. Очень влюблена в Николая Второго. Может быть даже ночью воображает себя с ним. И от этого все. Но если внимательно посмотреть, то вопрос об ее православии даже становится открытым. Что я имею в виду? Недавно бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков повесил у себя в блоге фотографии Поклонской в церкви и задал вопрос, может ли считаться православной девушкой, которая даже не утруждает себе платочек на голову нацепить. Скажете, это мелочь? Ну, возможно. Мелочь. А теперь смотрим дальше. Запись в твиттере Поклонской от 18 декабря 2016 года. Пожалуйста, если у кого-то рядом в чашке с горячим чаем или кофе, или что-нибудь бьющуюся, отодвиньте подальше. Не забудьте этой ночью попросить у Николая Чудотворца помощи чудес. Мы с дочкой уже поставили для него на окно теплое молоко и пряники. Для святого Николая Мерликийского депутат Госдумы Поклонская ставит на окно молоко и пряники. Она, видимо, считает, что Николай Угодник – это кто-то типа домовёнка Кузьки. Это… я бы не сказал, что это христианство. Я бы сказал, что это какое-то… ну, не знаю, язычество, идолопоклонство. Ну, не знаю, мне просто страшно подумать, что она там делает, а дальше. Кого она там приносит? Архангелу Михаилу? Может быть, ему как представителю христолюбивого воинства, она там какие-то кровавые жертвы приносит? Ну, там, я не знаю, мышек, там птичек, не знаю, кошек распинают. В свете этой записи может быть всё, что угодно. Но это ещё не всё. Известна история, когда гражданка Поклонская заявила, что у неё имеется муж. Обнаружили, что в её декларации о доходах зарплата мужа и его имущества отсутствуют. Спросили, как так. Ответ. Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья. Есть муж, ребёнок. И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, мы расстались. Для обычной женщины это мужчины и кого угодно, это дело нормальное. Ну, встречались, расстались, всё нормально. Но если человек эстидоксально православный, в принципе, не может иметь ни с кем интимные отношения. Потому что, согласно всем православным колоннам, это блуд. А когда человек имеет любовника публично, чтобы выглядеть с её точки зрения более прилично, выдаёт её за мужа, это ещё и совершенно бесстыже ханжество и лицемерие. Естественно, враньё в личной жизни, главное, переходит во враньё общественное. Это касается и скандальной истории якобы смироточащим бюстом Николая II в Крыму. Как известно, церковь этого не подтвердила, то есть признала ложью. Это касается и многократных заявлений, что у Поклонской имеется 40 тысяч обращений граждан против демонстрации фильма «Матильда». Но был задан вопрос на эту тему спикеру Госдумы Володину, и он ответил. Никаких 40 тысяч обращений к депутату Поклонской нет. 17 июля она назвала цифру 40 тысяч, но на 31 июля всего к ней обратилось 4192 физических и юридических лица. По всем вопросам, а не только по фильму «Матильда». Опять наглая, циничная, бесстыжая, на голубом глазу враньё. Можно, конечно, считать постоянно врущую, блудящую и ставящую святому блюдечко с молоком даму истинно православной и даже честной. Но, по-моему, это из области научной фантастики. И, похоже, перед нами просто отрабатывают номер. А учитывая, как скандал вокруг «Матильды» раскручивают в СМИ, заказчики номера сидят очень-очень высоко. Думаю, в одном из главных кремлёвских кабинетов. А вопрос, зачем им это нужно? Ну, причин сразу несколько. Одним из главных выгодополучателей, естественно, является гражданин-учитель, Министерство культуры, фонд культуры и кинематографии. Деньги на фильм выделены огромные. По ряду данных до полутора миллиардов. Если фильм пролетит так же сокрушительно, как пролетели предыдущие фильмы учителя, то, ну, может встать вопрос о его дальнейшем финансировании. Может быть, даже о возврате некоторых денег из потраченных сумм. Тем более, в ходе съемок учитель переругался вдрызг с некоторыми своими подельниками. Один из них свалил в Канаду и оттуда шлёт разоблачения, которые активно используются в ходе скандала вокруг фильма. Ну, а если кассу отобьёт, то всё нормально. Тогда можно будет прикрыть и попил бюджета, ну, и, соответственно, не менее эффективно освоить выручку. Но это чисто коммерческий интерес около киношных структур. А если тут политический интерес? Да, есть. Такой скандал, как и прочие ему подобные, ну, там, типа, выдвижение, там, Ксюши сообщек, это очень хорошо отвлекает граждан от самого главного, от экономики. То есть, от признания того факта, что в нашей великой процветающей стране их реальные доходы, даже по данным Росстата, постоянно снижаются. И сейчас они снижаются. Да, президент Путин в разговоре с чешским коллегой Милошем Земоном говорит, что они растут, но даже Росстат констатирует, что Владимир Владимирович лжет. Они падают. Конечно, кое у кого растут, там, типа, друзей Путина, типа, братьев Ротенбергов, Тимченко и прочих обрамовичей. Но за вычетом их, за вычетом эффективных менеджеров в государственных, в кавычках, корпораций типа Ростеха и Роснано, соответственно, Сечида и Чубайса, у остальных падает еще ниже, чем по данным Росстата. А так, ну, пускай там грызутся из-за Матильды, глядишь, и отвлекутся. Особенно там идейные коммунисты, идейные монархисты. И это еще не все. Что бы ни говорила Поклонская с компанией, Матильда – это фильм, прославляющий Николая Второго. Он показывает его гораздо лучше, чем на самом деле. Как известно, после давки и массовой гибели людей на Хадынском поле для коронации, Николай Второй поехал танцевать на бал во французское посольство. Матильда стоит на коленях перед погибшими и кается перед ними. Очень благородно, но и не имеет никакого отношения к реальности. Далее, основной посыл фильма в том, что царевич Николай любил Матильду Кшесинскую, балерину, а потом вот из-за долга перед страной, перед государством, отказался от этой великой любви и женился на Алисе Гесенской, будущей императрице Александре Федоровне. Но и это полная чушь. Потому что на самом деле на Алисе Гесенской царевич Николай женился как раз по любви, вопреки воле родителей. Единственный раз чуть ли не в жизни проявил характер. И как раз наплевав на государственный долг. Потому что какова функция супруги императора в монархической стране? Ну, там, где престол играет действительно реальную роль. Их две. Первое. Рожать здоровых наследников. Второе. Быть милой, приятной и обаятельной, очаровывая вокруг себя всех от светского общества до последней деревенской избы. Это, кстати, не так просто, как кажется. Удовлетворяла ли этому Александре Федоровне? Нет. К 1917 году она стала одним из сильнейших, я бы сказал, аллергенов общества, немало способствуя падению династии. Ну, а родила она, как известно, царевича Алексея с гемофилией, несчастного, больного ребенка, который вряд ли мог бы наследовать престол, даже не случись революции. Ну, в общем, зная особенности характера своей невесты и о том, что она может родить, Николай на ней женился. Тем самым показав, что, собственно, интересы страны для него ничто, по сравнению с тем, что вот ему так ходится, у него любовь великая. Ну, могу сказать, что в 1917 году они получили за это. К сожалению, утянув за собой в могилу и своих детей, и еще много кого. А здесь все переворачивают. Нет, это ложь все. Не выполнял он свой царский долг. Свой царский долг выполняла, может быть, героиня замечательного фильма «Римские каникулы». Вот там да, там вот видно, как царствующий особо, с одной стороны, может быть безмерно обаятельный, а с другой стороны, может, да, пойти против собственной любви ради долга. Поэтому «Римские каникулы» – великий фильм, а Матильда – унылое дерьмо. А прославлять Николая II нужно для того, чтобы еще раз порождать у населения комплекс вины. Вот вы вот поганый народишко допустили, расстрел этого замечательного святого человека. Теперь кайтесь, кайтесь и помните, что бы с вами ни случилось, ну там, похоронки с фронтов, падение уровня жизни и все такое – это все вам. За грехи, за грехи, за грехи ваши. Вы же дрянь, вы же быдло, вы уроды, вы совки, вы русские свиньи. Об этом вам режиссер-учитель, который уже десятилетие доказывает, и не он один. И Михалков доказывает, и все остальные. Вот и кайтесь, и терпите. И не рыпайтесь. И против начальства не смейте рыпаться. Оно вам в наказание за ваши грехи дано. И чтобы вбить это в голову дорогим россиянам, создан бордель учителя. С его главной прямой Натальей Поклонской. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok